Давненько я не снимала пустые баночки свои, их у меня, поверьте, очень много, но всё никак не доходит руки об этом всём и рассказать. Наконец появилось время для этого, и я хочу разбить эти пустые баночки на категории. Первая категория – это средства, которые находились в ванной комнате, которые так или иначе соприкасались с водой. Всё, что вы увидите в данном видео – это средства, баночки, которые я использовала за последние полгода, поэтому их так много накопилось. Начну, пожалуй, с шампуней для волос. За последние полгода у меня их было три, и все они торговой марки Oriflame. Что понравилось, а что нет – обо всём сейчас по порядку. Если говорить вкратце, то этот шампунь мне понравился. Этот понравился чуть меньше, этот не понравился вообще. Я сейчас не говорю о запахе или об оформлении флакона, нет. Я говорю о реакции моих волос на эти продукты. Шампунь с маслом чайного дерева и репейником подошёл мне больше всего моим волосам. Он такой прозрачный, гелевый, с розовым оттенком. Очень хорошо промывает кожу головы. Я прям сразу же ощущаю чистоту волос. Да, он хорошо подсушивает кожу головы, но и волосы он подсушивает. И если не использовать увлажняющий барзам для волос, то возникнет трудность их расчесать. Следующий шампунь – очищающий. Он заявлен как глубоко очищающий для жирных волос. На основе глины сделан. И задумка неплохая. Но когда я открыла упаковку и увидела, что он не прозрачный, то слегка расстроилась. Потому что у меня хорошее отношение у моих волос и шампуня складывается лишь, когда шампунь прозрачный. Вот так получается. Потому что кремовые шампуни, они слегка забиваются в волосах, недоочищают. В принципе, так и произошло с вот этими двумя. Вот этот кремовый чуть-чуть полегче. Этот полностью кремовый, перламутровый. Моим жирным волосам не подходит совершенно. В принципе, он вроде и хорошо очищает кожу головы, но жирность наступает быстрее, чем вот этого шампуня. Где-то уже к вечеру, ну под утро точно уже будут проблемы. А вот этот шампунь, который создан для того, чтобы придать блеск волосам сухим, он убил меня на повал. Потому что он не вымывается из волос. И после того, как я помыла с ним голову, высушила феном, такое ощущение, что я голову не мыла вообще. Это меня очень сильно расстраивает, потому что утром нет времени исправлять такие косяки. Поэтому я им пользовалась в выходной день, когда можно было завязать хвостик. В принципе, я вообще не понимаю, какая тогда от него польза. В общем, мне понравился совершенно, хотя у него приятный аромат. Ну, что такое аромат, если не вычищаются волосы должным образом? В общем, никогда не повторю. Такое какое-то пустое приобретение, если честно, мне не подошел. А вот это мой любимый. Он и гелевый, и промывает хорошо, и чистые волосы остаются где-то полтора дня. Для меня это более чем достаточно. А вообще жирность моих волос, кожи головы, связана с внутренними отклонениями, над которыми я сейчас работаю, с гинекологом-эндокринологом. От шампуней перехожу к гелю для душа. Был у меня такой с маслом оливковым и алоэ вера, тоже Арифлэм, с сериалов Нечи. Но не удивляйтесь, я сюда переливала другой гель, фа, кокосовый. Просто была очень удобная бутылочка. Вот эта 250 мл я брала с собой в дорогу. А вообще он выглядел вот так, в своем первоначальном виде. Пахнет этот гель как вазон. Такой травяной, зеленый, алоэ, зеленые листочки. Он нейтральный, я думаю, он подойдет как мужчинам, так и женщинам. Мы с мужем так уже делали, брали его с собой в путешествие, пользовались оба. И обыкновенный гель, он очень густой, расход у него минимальный, обладает ненавязчивым ароматом, который остается на коже. Ну, такая неплохая рабочая лошадка. Дальше перехожу к интим-гелям. В последнее время выясняется, что девочки многие путают, что такое интим-гель. Это не тот гель, которым нужно пользоваться в момент интимной близости. Девочки, это совершенно не то. Это для гигиены, понимаете? Когда нужно очистить деликатную нашу зону, наши цветочки, за которыми нужно ухаживать. У меня за это время было уже два таких геля для интимной гигиены с экстрактом цветка пиона и с экстрактом орхидеи. Вот этот мне понравился больше, так как я заметила от него больше увлажнения. Орхидея приятно пахнет, но, как мне показалось, слегка подсушивала мою деликатную зону. В их составе содержится молочная кислота, то, что все время полезно для этих зон. И я ими пользуюсь также для бритья, так как они не вызывают у меня раздражения, то есть хорошо по ним скользит бритвочка. Такое универсальное средство. Расходный материал, как я его называю. Я просто меняю ароматы. А действия практически у всех у них, у этих феминелек, одинаковые. Дальше накопилось у меня вот столько одноразовых станков арифлематских. Здесь тройное лезвие. Довольно-таки хорошо бреют, но хватает их максимум на месяц. Мне нравится прорезиненная ручка, которая не выскальзывает в мокрой руке. Есть в ванной где-то в душе, она не выскальзывает. Еще у этого станочка есть вот такая увлажняющая полосочка, которая работает на первом этапе. Потом она, конечно же, уже иссыхает и нет такого гладкого скольжения, как вот в первые разы использования. Кстати, небольшой такой лайфхак, чтобы бритье было максимально комфортным, зону предварительно нужно обработать скрабом так хорошенько, потом геля побольше и тогда бритвочка будет скользить, не будет раздражений, будет мягкая кожа и самые коротенькие волоски будут удалены. Ну вот это лично по моему опыту. Далее хочу показать вот такую масочку, которая закончилась у меня. Она для подростковой проблемной кожи. Брала я ее ради эксперимента, посмотреть, как она будет работать на моей взрослой проблемной коже. Хочу сказать, что она очень хорошо охлаждает, успокаивает. Здесь в составе есть салициловая кислота и экстракт папайи. Масочка большой, большой объем у нее довольно-таки 50 мл. Хватает надолго, удобно брать с собой в поездки. Но серьезных проблем она, конечно же, не решит, если уход не разбавит чем-то эффективным, лечебным. Как вот такая профилактика, масочка вполне годится. Она глиняная, такая беленькая, приятно пахнет. В принципе, неплохая вещь, но для меня она малоэффективна. Я думаю, что больше она подойдет для подростковой кожи. Раз уж речь зашла о лице, покажу свою пустую баночку мицеллярной воды Reflame серии Optimals. Она для всех типов кожи и также подойдет для чувствительной. Я использую ее перед тем, как умыться. То есть ватным диском прохожусь по лицу с вот этой мицелляркой. Убираю весь тональный, который лежит у меня в два слоя, так как я артистка, много выступаю и макияж должен быть стойкий и такой щедрый. Вот эта мицеллярка отлично убирает вот именно тональный с лица, как мне показалось, практически полностью. Но эта мицеллярная вода очень плохо убирает подводку с глаз и тушь в том числе. Я не знаю, кому она помогает это делать. Из меня она превращает панду. Я тру, тру, тру ватной палочкой под глазом. И все просто вот так вот как разносится вокруг глаза. Мне это не нравится. Для глаз у меня есть специальное средство для удаления макияжа с глаз серии, не серии, а торговой марки Исана, которую я приобретаю в Ватсонс. Она здорово очищает, подводку убирает. А вот эта мицеллярка нет. Но во всем остальном лицо она очищает превосходно. Закончился один из любимейших гелей для умывания. Он из Франции. Называется Себиум гель марки Биодерма. После лета жирного блеска стало очень много у меня на лице. Я без раздумий приобрела вот этот гель для умывания. Тем более, что я им пользовалась несколько лет назад, когда имела очень проблемную кожу. И мне кажется, что он здорово влияет на оздоровление кожи, так как высыпание становится меньше, кожа чище. Она становится матовой. Но без кремов, конечно же, не достичь хорошего результата. Но этот гель мне нравится тем, что он здорово очищает кожу, не пересушивает его так вот беспощадно, как многие. Но в то же время она очень чистая. И мне нравится ощущение комфорта после умывания. Нет вот этого безбожного стягивания. Здесь в составе есть и цинк, и молочная кислота, и экстракт гинкобилоба. В общем, прекрасная вещь. Вот после лета, на осень и даже летом обязательно нужно будет повторить. Сейчас на зиму я беру кислотную умывалку для того, чтобы почистить поры, рассосать всякие комедоны. А вот этой обязательно вернусь в летнее, в жаркое время. Она замечательно работает на моей жирной проблемной коже. И в завершении рубрики средства из ванной комнаты будут вот такие зубные пасты. Все они орехлеи. Все они замечательно удаляют налет с наших зубов. В течение 12 часов я не ощущаю налета на зубах. Нет вот этой шероховатости. Также они замечательно контролируют, чтобы не появлялся зубной камень. Я уже как-то рассказывала, что вот у меня муж, например, курит. И раньше, до использования вот этих паст, часто ходил к зубному и снимал зубной камень. Так теперь он лишил работы стоматолога, так как зубной камень просто не появляется больше на зубах. И вот мне нравится в этих пастах, что они не ядерные, они мягкие, но очищают супер. Повторяем регулярно. Разницы особой, конечно, в них нет, кроме цвета, кроме запаха. Еще есть одна паста в Optifresh гелевая. Эти все как идут, как не прозрачные, а вот эта гелевая прозрачная. Вот иногда с ней чередуем. Очень довольны качеством этих паст. Мне еще нравится, вот если сравнивать, когда-то у меня была паста Alokalut, оставалась такая на внутренней стороне губы нижней, как пленочка, которую хотелось снять. С этими пастами нет никаких дискомфортных ощущений. Поэтому повторяем регулярно и будем повторять. И здоровье зубов у нас в порядке. Вот так выглядела первая часть марлезонского балета. Далее мне предстоит снять свои пустые баночки из рубрики и уходовая косметика, средства по уходу за кожей тела, за волосами. В общем, еще очень много всего интересного будет, чем заняться на досуге. А это все отправляется в мусорный бак. Ура! Я счастлива! Аллеуэ! Вторая часть моих пустых баночек – это продукты для тела, по уходу за телом. Начну вот с такого потрясающего крема для тела от Oriflame с органовым маслом. Это просто нечто. Я лучших текстур в своей жизни, вот серьезно вам говорю, не чувствовала, не испытывала и в руках не держала. У него тающая текстура, очень легкий крем, обалденный аромат, соблазнительный, мягкий, такой теплый. И после нанесения кожа не липкая, максимально увлажнена, она мягкая, такая шелковая, и очень быстро он впитывается. Это огромный плюс. Если когда-нибудь еще он будет по скидке, то обязательно возьму и даже с запасом. Второй в рейтинге кремов для тела вот такой лосьон для тела, тоже Oriflame. Он с кокосовой водой и дыней. Обалденный тоже аромат, так как дыню я люблю. Это лето, это тепло, это солнце, это веселье и хорошее настроение. Он такого мятного цвета, впитывается немножко дольше, чем вот этот крем, но тоже быстро. Это такой крем для ног. Все время после душа, после ванной наношу на сухие пяточки, пальчики, и они обретают мягкость, комфортно. Нет вот этой сухости, которая мешает спать по ночам. Расходный материал. Эти кремушки стоят недорого. Их у меня все время в запасе много. Меняю каждые месяца три. И, кстати, запах у этого крема своеобразный, специфический, клубника и ремень. Это не совсем моя гамма. Я больше люблю вишню, цитрус на ноги. Но, я же говорю, это расходный материал. Мои любимые кремушки для рук. Как вы видите, за полгода две таких пары я использовала. Это крем с маслом ореха макадамии. Он питательный. У меня от него все время мягкие руки, кожа, ногти в порядке. Возвращаюсь к нему очень часто, так как из Арифлейм вот этот крем пока что на первом месте для меня. Кремушек для рук дорожный формат такой, для сумочки с оливковым маслом. Легкое увлажнение. Не скажу, что он там чем-то отличается особенным. Но в сумочке все время должен такой у меня лежать. И не в одной сумочке. Желательно во всех. Так как, выбегая из дома, не все время успеваю нанести крем на руки. Зачастую кожа рук суховата. Далее переходим к шариковым дезодорантам. Это мои самые-самые любимые два аромата. Элби и Хэппи Дизиак. Испробовав много разных шариковых дезодорантов в Арифлейм, я остановилась на этих двух, так как они единственные, не искажают запах подмышками в течение всего дня. Они имеют очень мягкие ароматы. Элби мне нравится, наверное, больше всех, потому что он обладает таким запахом спежего вымытого тела. Никакой приторности, никаких резких нот. Вот этот чуть-чуть бодрее, но тоже без резких нот. А Элби он такой спокойный, умиротворенный. Обожаю, обожаю вообще их. Покупаю уже ни первый, ни второй раз. И, скорее всего, буду повторять еще. Эти парфюмированные шариковые дезодоранты нравятся мне гораздо больше, чем из серии Активель. Такие поменьше есть. Вот это вот просто фавориты в Арифлейм. Это продукт очень интересный, и не у каждого он есть. Возможно, многие вообще не знают о его существовании, но у меня они все время есть в сумочке. Это антибактериальный гель для рук. В данном случае чайное дерево и мандарин. Отдушка приятная. Приятная, но здесь есть капелька спирта в аромате. Но антисептик он здоровский. Перед тем, как сесть покушать где-нибудь на улице или в месте, где нет возможности тщательно очистить руки, я все время достаю такой флакончик и спокойно знаю, что меня не будут потом мучить боли в животе или еще какие-то траблы. В общем, антибактериальный гель. Очень удобен, очень экономичен. Вот эту баночку я использовала, наверное, полтора года. То есть там капелюшечку нужно нанести на руки, распритерить по ладошкам и спокойно себе приступать к процессу трапезы. Закончилось у меня вот такое антибактериальное средство с маслом чайного дерева. Это антибактериальное средство, которое снимает воспаление. Его можно наносить и на воспаление, и на порезы, и на укусы насекомых, и на какие-то высыпания. Его можно добавлять в шампуни для жирных волос, в крем для лица. Такое универсальное средство. Еще я делаю с ним такие спреи, когда нужно убить в комнате микробы. Вот я добавляю несколько капель вот этого масла в водичку и разбрызгиваю по комнате. Также закончились у меня витамины омега-3. И без них никуда. Это и красота, это и здоровье. Они мне дают довольно-таки сильный иммунитет. Мне нравится, как я себя чувствую. Таких баночек у меня есть много. Это была первая, которая закончилась в моем комплексе, так как я принимаю целый комплекс полугодовой. Вот такая была категория средств по уходу за телом. Закончились у меня вот такие продукты из комплексного ухода за кожей лица. Новэйдж от Oriflame True Perfection серия 25+. Эти комплексы Новэйдж все в своем составе имеют стволовые клетки растений, поэтому работают в комплексе они чудесно, именно на избавление от морщинок, от неровностей кожи. Сейчас начну по порядку. Вот это мой любимый крем для области вокруг глаз. У него вот такой охлаждающий ролик, который скользит по коже. Вот тут даже немножко что-то есть. И выделяет вот этот крем. Вот этот. Здорово увлажняет. Но я заметила, что вот с наступлением зимы этого увлажнения под глазами мне становится маловато. Поэтому я задумываюсь о приобретении крема под глаза более насыщенной текстуры. Этот крем же очень легкий. Он не ощутимый под глазами. Он разравнивает вот эти морщинки мелкие под глазами и освежает взгляд. Мне нравится, что он не скатывается под макияжем. Он очень хорошо себя проявил. И у меня уже такой есть второй. Второй флакончик. Абсолютно новенький. Сейчас покажу. Он вообще прозрачный, без цвета. Такой как влажный. Вот видите. И сверху наношу консилер маскирующий. И взгляд приобретает свежий вид. Ничем не пахнет. По крайней мере я не ощущаю какого-то специфического аромата. Далее в фаворитах этой серии у меня сыворотка. Это была самая первая сыворотка в моей жизни, которую я попробовала. Мне нравится, что она с дозатором. И сама сыворотка, если получится показать сейчас, вот такая перламутровая. Она придает легкое свечение коже. Такое здоровое. И когда моя кожа была в порядке, с удовольствием пользовалась. И мне нравилось то, что кожа на нее очень так благосклонно реагировала. Красиво было. Закончилось. И вскоре, думаю, надо будет повторить, когда подлечу свою кожу. Также из любимых средств вот такой ночной крем обновляющий. Когда я его наносила, в первые секунды ощущала легкое пощипывание на коже. И, наверное, она так и остановилась румяная, что моя кожа не склонна к румянцу, а этот крем его пробуждал. Но после длительного использования, где-то месяца два-три, после этого крема у меня начали забиваться слегка опоры. И я потом перешла на лечебную косметику, прекратила на время использования этого крема, поэтому он еще не совсем пустой. Я все-таки планирую к нему вернуться, опять же, когда избавлюсь от воспалений на лице. Вообще вся серия мне нравится, но мне по возрасту скоро уже нужно будет приобретать косметику 35+, через несколько лет. Думаю, что она уже будет поэффективнее. А так, в целом, вот сколько я ей пользовалась, мне все очень нравилось и эффект радовал долгое время. Хочу вот показать вам состав ночного крема и думаю, что именно гликолевая кислота вызвала у меня через два-три месяца появление небольших комедонов. Их было немного, но уже кожа была не такая вот гладенькая, ровненькая, как в начале использования. Переходим к маскирующей артиллерии. Это тональные средства, которые закончились в течение полугода последних. И, конечно же, они все подобраны с учетом того, что у меня жирная кожа, а еще и проблемная стала. Ближе к зиме. Самая любимая в Oriflame тональная основа это The One Everlasting Full Day Foundation. Мне нравится то, что она с дозатором. Нужное количество выдавливаю и крашусь. Это очень удобно. Стеклянная упаковка дает мне все время регулировать, видеть, сколько у меня еще осталось средства, чтобы подготовиться и запастись следующей баночкой. Ложится она. Здорово! Я не скажу, что она перекрывает все покраснения на 100%. Она делает это, но не на 100%. Но ее огромный плюс в том, что она на коже лежит не маской, а вот естественно. И есть матовый финиш, есть выравнивание текстуры кожи. В общем, это моя любимка. И сейчас в Oriflame мой фаворит это именно Everlasting Foundation. Для жирной кожи она отлично подойдет. Для жирной проблемной, кто хочет спрятать бугорки, это уже идет мат-вельвет, матирующая тональная основа с защитой от солнца SPF 20. Если их сравнивать, то, конечно, Everlasting она полегче. Вот эта матирующая имеет плотнее консистенцию, но в то же время она защищает от солнца. Здесь нет защиты от солнца. Это перекрывает все покраснения на 100%. Это справляется где-то на 90%. Вот это будет придавать отличную матовость, но слегка заметно на лице. Вот эта очень стойкая тональная основа на целый день. Легкая матовость. Ну вот, смотря по какой вот проблеме нужно идти. Вот так, в зависимости, я и выбираю. За полгода я использовала, ну это же, наверное, летом я использовала матирующую, осенью тоже ее. И сейчас на зиму я взяла Everlasting. Еще у меня осталась коробочка от Everlasting Foundation Extreme с SPF 30. Но я не могу найти саму упаковочку вот эту. Но, конечно же, я помню свои впечатления. Это наглухо матовая кожа и очень тяжелая текстура самой тоналки. Она утяжеляет мое лицо, она очень заметна, но в то же время она перекрывает вообще вот все. И по цвету, и вот все прыщики, она все это закроет, перекроет наглухо. Но я вот почему-то в последнее время полюбила текстуры полегче. А матирование я добиваюсь с помощью базовых кремушков под макияж. Также я пользовалась спонжиками под макияж. Ну, для тональной основы, но в последнее время, когда я лечу свою кожу, я отказалась от использования таких девайсов, так как почему-то, мне кажется, я переживаю, что могут возникать из-за этого комедоны и воспаляться может кожа. Меняю я ребра у этого треугольника. То есть сначала крашусь одной стороной, второй, третий, выбрасываю. И так по очереди. Сейчас я крашусь, стараюсь пальцами и слежу за реакцией своей кожи. Пока вот не могу с стопроцентной уверенностью сказать, что комедоны не возникают. Консилер под глазам. Летом и осенью я использовала Илюскин консилер в самом светлом оттенке. Он имеет вот такой носик. Здесь также полупрозрачная пластиковая упаковка. Можно видеть, когда заканчивается это средство. Что от него можно ожидать? Он хорошо перекрывает какие-то синюю бул под глазами. Я не страдаю особо. Он легенький, этот консилер. не забивается в складки, если его не бахнуть больше нормы. Нужно совсем немножечко капелюшечку такую под глазик и вбивающими такими движениями распределить. В принципе, нравился, но он слегка влажный и нижний, нижнее веко, если оно накрашено подводкой или тушью, могло отпечататься. А так, в принципе, продукт хороший. Переходим к категории декоративной косметики. Начать хочу с под такой бутылочки. Это ремовер, средство для снятия водостойкой косметики с глаз Арифлей. Мне он не очень понравился. Я ресницы наращиваю и мне масляные текстуры нежелательно наносить где-то рядом с наручными ресницами, у нас с ним не сложилось. Хотя снимает макияж неплохо, истоки макияж в том числе, но тут нужно выбирать. Ресницы дорого обходятся, поэтому я беру средство для удаления стойкой косметики с глаз без масляных текстур в составе. Теперь непосредственно декоративка. Закончились у меня помады. Все это Арифлейм сразу оговорюсь наперед. Вот такая супер матовая помада, как она называется, в оттенке натуральный розовый. Ее код 333-65. Как вы видите, доиспользовала честно до конца. Оттенок мне очень нравится, он такой повседневный, поэтому на замену взяла себе уже новую, использовала также ее уже много. Что я могу сказать? Да, помада матовая, но не супер матовая, как это заявляет производитель. Она при нанесении даже такая сатиновая, сатиновая, мягко распределяется по губам, кожу не растягивает, комфортно в носке, а насчет стойкости тут, конечно, без громких слов, все равно с употреблением еды и воды она будет уходить и исчезать, но мне очень нравится оттенок для повседневной жизни, для ежедневного дневного макияжа, супер. И финиш у нее матовый, это правда. Дальше закончился у меня давным-давно лежит, ждет, пока о нем расскажут, тюбик помады, которая раньше называлась Энергоблеск, мне очень нравится ее аромат, такой как свежий огурчик или арбузик, ну что-то такое, очень приятный аромат. Шикарные губы, сияние просто шикарнейшее, особенно если попадет под лучи солнца, света, супер. и в носке комфортный, он такой как бальзамчик, помада супер, оттенок золотой, абрикос, к сожалению, не могу показать, потому что доиспользовала до самого-самого дна. Представляете, насколько нужно любить помаду, чтобы просто ее вот так вот выковыривать дна. Вот она мне очень нравилась. Далее у меня помада очень любимая новинка от Giordani Gold, которую я ждала именно из-за цветовой гаммы. Нюдовый, вот розовый нюд. Это то, что я долго хотела приобрести. Это матовая помада, эликсир с защитой SPF 15. Вот такая у нее удобная кисточка. оттенок просто сказка. Я так его люблю, я так его хотела, и вот он у меня есть. Помада наносится очень комфортно. Со временем вот этот глянец уходит, и она становится наглухо матовой. Губы выглядят классно, никуда она не забивается, ни в какие складочки у меня. очень довольна, доиспользовала до самого-самого конца. Конечно же, у меня есть на замену новый флакончик этой помады, и думаю, что он у меня будет не один, так как я очень люблю нюдовые оттенки на губах, у меня глаза карие, а помаду я люблю нюдовые. Классная помада. Переходим к подводкам. У меня есть три подводки орифлей. Они все разные, и если их характеризовать, какая красит самым черным пигментом, так это будет вот такая эйфелевая башенка, ее называют. У нее специфический фетровый кончик. Он широкий, но так, я не буду показывать на примере старой подводки, я возьму свою свеженьку, новую, чтобы было все понятно, за что я ее люблю. кажется, вот такая толстая, но вот сам кончик красит хорошо. она не самая тонкая линия, но зато самый черный пигмент, который нужен мне на нижнем веке, я очень люблю. Высыхает и она матовая в течение всего дня никуда не течет, не осыпается, не исчезает, в отличие от вот этих двух. они в течение дня, к сожалению, теряют черный пигмент на веки. Напомню, что у меня жирный тип кожи, поэтому все будет уплывать. Вот такие у них кончики. Вот этот самый удобный, но он не такой черный, как бы мне хотелось. Самый черный пигмент вот в этой. Здесь также фетровый наконечник, но он слишком толстый. Если я его случайно неправильно приложу к веку, получится что-то несуразное. Я хочу сказать, как вывод, что я мечтаю найти подводку, которая будет красить так темно, насыщенно, держаться так же стойко, как вот эта подводка будет иметь вот такой вот кончик, тоненький, чтобы очень черный, чтобы не уплывал. Вот у меня была подводка от Maybelline Masterpiece когда-то, и поначалу казалось, что и черная, и удобная кисточка тоненькая, но к сожалению, выходя на улицу, ветер, глаза от нее так слезились, что мама не горюй, поэтому я была вынуждена от нее отказаться, хотя вроде бы рисовала она, соответствовала всем моим требованиям, но к сожалению, очень пекли от нее глаза, от этих подводок у меня такого дискомфорта нет вот и вся декоративочка в этот раз также у меня закончились вот такие вспомогательные средства для волос это сухие шампуни три штуки и масло для волос хочу именно с него и начать потому что это моя любовь я готова воспевать его всегда везде и всем это просто лучшее что случалось с моими волосами оно абсолютно не жирнит волосы а как я уже говорила у меня жирные волосы и я очень щепетильно отношусь к подбору подобных средств в составе этого масла есть три масла органовое самое ценное для волос масло розы а также репейное масло и в тандеме они дают нечто замечательное волосы нежирные они расчесываются просто с первой секунды даже если влажные даже если запутанные это просто супер средство которое я буду брать всегда рекомендовать всем я за него ручаюсь советую абсолютно всем кто в поисках классного масла для волос оно не для корней а именно на нижнюю треть волос чтобы не было секущихся кончиков чтобы волосы были увлажнены чтобы распутывались чтобы замечательно расчесывались и не было утяжеления вот это оно крутое масло называется элион делайте скрин и приобретайте себе мои любимчики сухие шампуни от сиос они для именно для жирных волос очень быстро убирают жирность волос когда нет времени мыть голову побрызгала по проборам хорошенько расчесала но бывает косяк можно не заметить как распыляется этот сухой шампунь белой пудрой белым тальком и ты выглядишь как седая бабушка нужно все время смотреть в зеркало тщательно его распределять вычесывать взъерушивать пальчиками чтобы не было таких косяков иначе это повлияет можно короче выбежать с седыми волосами грубо говоря вот этот сухой шампунь от Велла я у нас почему-то не встречаю но он крутой мне нравится что он не оставляет белого налета на волосах жирность убирает очень быстро ну вот минус это такая маленькая упаковочка 65 миллилитров ее ненадолго хватает ну вот она превосходит сухие шампуни от Сьез подозреваем что стоит она гораздо дороже и найти ее не так просто вот это такие топ средства для дополнительного ухода за волосами на этом у меня все о пустых баночках за последние полгода спасибо что досмотрели это видео до конца если досмотрели и не забудьте уделить пожалуйста секунду своего времени чтобы поставить мне свой лайк спасибо спасибо